Здравия! Верующие в гражданство СССР вынуждают делать ролики по этой теме. Сами они, видимо, не справятся, придется помочь. Лет сто с чем-то назад вроде как были империи. Следом в единой мировой революции их разрушили и выдумали страны. Памятники, бланку, уголовной кличке Леночка стоят по всей Европе. А сам он из газет узнал, что тут победил в революции, пока был занят их обустройством там. Судя по вырезкам газет тех лет, у нас тут несколько лениных ездили, пропаганду разводили. Один вообще был шикарно бородатый. Заодно они решили изменить название с подданных, а это те, кто были под гнетом оккупантов Тартарии, Романовых и Голштейн-Готопских, и платили дань. Были под данью? Неудобно вроде, режим же меняется. Так что выдумали граждан. А вместо дани сегодня используется слово налог. И я не хочу углубляться в римское право по этой теме в данном цикле роликов. И что же там законами творилось? Смотрим декреты советской власти. Старики рассказывали, что первым декретом они отменили наказание за мужеложество, потом уже декреты о земле и так далее. Где-то при Сталине наказание вернулось. А затем в 90-х опять отменили. А еще все эти замечательные газетные вырезки с письмами от Бронштейна Лейбы, который Троцкий, писавший Бланку, мол, не заросла ли твоя марксистская жопка, приеду прочищать. Прикиньте, это все на политэкономике преподавали. Короче, как только жопошники дорываются до власти, у холопов чубы трещать начинают. Так что мы имеем как минимум неполное собрание декретов, выпущенных в 1957 году и позже. Начнем с первого тома. Смотрим декларацию прав народов России. Здесь забавные моменты по векственному праву, но их касаться не буду. Если осилите про честь, то обнаружите, что граждан подданных нет, но есть народы России. Далее смотрим декрет об уничтожении сословий и гражданских чинов. Нам пишут, что все сословия и сословные деления граждан упраздняются. То есть, если ранее были граждане, то они их упразднили. А во второй статье они устанавливают одно общее для всего населения России наименование граждан Российской Республики. Не гражданством наделили, а названием. Надеюсь, это все поняли. Про гражданство также ничего нет. Переходим ко второму тому. Декрет о приобретении прав российского гражданства. Нам пишут, что иностранцы, проживающие в пределах Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, могут приобрести права российского гражданства. Опять же, права, а не гражданство. Это так же, как с правом собственности сегодня на квартиру. Продают за миллионы права, а не собственность. А вот документов о получении прав или гражданства для народов, проживающих на территории, нет в природе. Но, с другой стороны, для нового образования все являются иностранцами. Так же и с РФ было. Миграционная служба всем занималась поначалу. И тут меня мучает вопрос. Как так? У нас же в первом томе идет очередная игра в несколько субъектов. В Российскую Республику или Российскую Социалистическую Советскую Республику. А РСФСР появится 19 июля 1918. Как такое может быть? До появления субъекта выпускается закон от его имени. Очень напоминает тему с Российской Федерации, которую начали внедрять еще где-то с 70-х, 80-х законы. Встречал ряд таких. Жулики никогда не меняются. Во втором пункте пишут, что для приобретения прав гражданства требуется сделать заявление в местный совет депутатов. В третьем новое вводное. Появляются граждане РСФСР. То есть видим российское гражданство и гражданство РСФСР. В четвертом пункте говорят, если заявитель удовлетворяет требования, то ему выдают удостоверение о приобретении прав российского гражданства. Покажите хоть одно. А в пятом пункте, что допускается принятие в число граждан иностранцев, находящихся за пределами РСФСР. Законы читаются дословно. Получается, что иностранцы, которые были внутри, могли получить права российского гражданства, а те, кто был за пределами, могли получить гражданство. И то в исключительных случаях. Формулировка только забавная. Принять в число, а не получить гражданство, например. Ну да ладно, не будем сильно докапываться. И ранее всем проживающим при сволии наименования название граждан Российской Республики, которую, возможно, переименовали. Или это новый субъект. И тогда у нас потеря передачи граждан происходит. Впрочем, как понимаемых, не было. Далее можно найти разные мелочи, касающиеся граждан. Например, декрет о сроке службы в Красной Армии. Обратите внимание, всякий гражданин, добровольно вступивший в ряды. Сегодня то же самое. Служба также добровольная. Но законов обыватели не считают. В целом, что-то может или не может гражданин нас не интересует. Мы же разбираемся с вопросом наделения гражданством. Ниже мы видим Конституцию РСФСР 1918 года. В 20-м пункте пишут, что из солидарности предоставляют политические права граждан иностранцам, проживающим на территории Российской Республики, для трудовых занятий. А советы депутатов могут сами выдавать права российского гражданства. Опять везде права и нет выдачи гражданства. И разные субъекты. Российская Республика и РСФСР. Переваривать и поступившую информацию пошел пилить следующий ролик. Всем добра, здоровья, процветания и денег.